МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сети аферисты придумывают новые схемы обмана, как не стать жертвой мошенников и как в борьбе с преступниками помогают мемы. Перезагрузка для творческой молодежи. Совершенно новые ощущения. Есть желание работать, есть вдохновение к творчеству. В больших руках после двухлетнего капремонта открыли детскую школу искусств. Действительно, как будто новое здание. Какие возможности теперь доступны местным артистам? И переломный момент. Победа была нужна не только для нас, но и для болельщиков. Омский авангард на своем льду обыграл чемпиона страны Магнитогорский металлург. Мы были готовы сегодня умирать вот там. Здесь была живая раздевалка, все обсуждали, что-то пытались изменить, договаривались, где-то спорили. Самые яркие моменты матча. Обеспечить жителей региона бесперебойной подачей тепла в максимально короткие сроки такую задачу перед ресурсниками поставил губернатор Виталий Хаценко на оперативном совещании. Глава региона отметил, важно быстро реагировать на обращения людей и устранять аварии на сетях. По оценке межведомственной комиссии, полностью готовы к зимнему периоду 18 районов области. В остальных продолжается активная работа, в том числе по заготовке необходимых запасов топлива. Кроме того, перед городской администрацией губернатор поставил задачу привести в нормативное состояние территории, где проводились работы на сетях теплоснабжения. Сделать это необходимо до прихода в регион первых сильных морозов. Весной на таких участках проведут благоустройство. Максимально мобилизуйте все ресурсы. Персонально ваши с мэром зоны ответственности. Подключайте тепловую компанию, всех газовиков, чтобы помогать. УДХБ и так далее. Все ресурсы. УДХА, если нужны силы дополнительные, давайте дорожники помогут в чем-то. Театральные подмостки стали местом пожарных учений. Сотрудники МЧС провели масштабную тренировку в драмтеатре. По легенде, в подвальном помещении разгорелся пожар, и пятеро человек выбраться не смогли. Путь к спасению отрезал едкий дым. К месту прибыли 12 пожарных машин и больше 70 спасателей, в том числе газодымозащитная служба. Театральная сцена, сердце здания и самая пожароопасная его часть осложняют ситуацию планировка наличия многочисленных лестниц и пытайных коридоров с кладовками. В условиях нулевой видимости в считанные минуты сотрудники отыскали в задымленном зале четверых работников театра и спасли электрика, который скрылся в подвале. А когда пламя якобы распространилось на крышу, развернули автолестницу и оперативно протянули до кровли стволы для тушения огня. За высокие достижения и заслуги перед Отечеством сегодня мечам вручили государственные награды регионального и федерального значения. Торжественная церемония приурочена ко Дню народного единства, нагрудных знаков, почетных званий, благодарности и грамоту, достойные 33 жителя нашего региона. Так, указом президента Владимира Путина, медалью ордена за заслуги перед Отечеством, за укрепление обороноспособности страны удостойны работники оборонных предприятий, в том числе те, кто задействован в выпуске тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». За прошлый год производство увеличено в 2,5 раза. Среди награждаемых также педагоги, врачи, железнодорожники, деятели искусств и общественные активисты. Все те, кто ежедневно своими усилиями вносит вклад в развитие региона. Больше 20 лет проработав, ну и в моем маленьком городе Тара таких людей немного. Очень приятно, что отметили. Это большой стимул для дальнейшей деятельности, именно работы здесь, на местах. Прошли не так давно выборы президента Российской Федерации, и у нас на территории Омской области не было ни замечаний, ни каких-то жалоб на избирательный процесс. Я вот думаю, что этот шаг, он замотивирует нас на дальнейшую работу, и мы с большими уже, конечно, усилиями будем подходить к дальнейшим избирательным кампаниям. Россия, как ледокол, прорубает все льды, самые сложные, самые толстые, во все времена, независимо ни от чего. И в этом сила нашего народа, нашего лидера национального, Владимира Владимировича Путина. И, честно скажу, с таким народом, как у нас, нам все по плечу. В Омске мошенники обманули пятиклассницу на полмиллиона рублей. Десятилетняя девочка перечислила злоумышленникам все деньги родителей. Полицейский отмечает всплеск дистанционных преступлений. Мошенники каждый день придумывают новые схемы. Как не попасть на уловки злоумышленников, расскажет новый проект «Кибержертвы». Премьера серии сегодня. Моей дочке 10 лет, ее обманули мошенники. Эта женщина просит не показывать лицо. Ее десятилетняя дочка стала жертвой мошенников. А начиналось все безобидно. Пятикласснице написал незнакомец в онлайн-игре и предложил помочь в прохождении уровня. Попросил лишь назвать коды, которые отправляют на телефон. В итоге школьница, сама того не зная, перевела все накопления родителей. А еще взяла на них кредит. В полиции отмечают сейчас всплеск подобных дистанционных преступлений. По статистике, каждого третьего ребенка пытались обмануть мошенники. Мнение федеральных экспертов и психологов. Как уберечь детей от обмана? Об этом новая серия проекта 12-го канала «Кибержертвы». А еще о нейросетях. В сообщниках у злоумышленников теперь даже искусственный интеллект. Подделывают видео и так выманивают деньги. Как это происходит и сложно ли отличить подделку? Уже традиционная рубрика проекта «Эксперимент». Для чего полицейские объединились с банками, операторами сотовой связи и даже такси? И почему решили бороться с преступниками с помощью мемов и веселых картинок? А еще зрителей ждет исповедь преступников, которые сейчас отбывают наказание в колониях. Первый фильм проекта «Кибержертвы» вышел в начале этого года. Лента даже стала наглядным пособием на уроках кибербезопасности, которые проводят сотрудники МВД. Мы неоднократно транслировали его на профилактических встречах со студентами вузов, колледжей и даже в трудовых коллективах на различных предприятиях. Учитывая, какие аспекты отражены во второй и третьей частях, можно спрогнозировать, что проект станет действительно значимым в регионе и внесет свой вклад в противодействие данному виду преступлений. Проект создан при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сегодня премьера сразу двух новых серий цикла «Кибержертвы». Смотрите на 12-м канале. Начало в 20.45. Юлия Комарова, 12-й канал. И вот какие материалы сейчас готовят мои коллеги. Смотрите в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19.30. Эффектное преображение. Ваши линии сегодня как раз актуальны времени. Мы попробуем сейчас еще удивить наших зрителей, поменять форму. В Омске прошел бьюти-марафон «Красивое дело». Его участники – стилисты и модельеры. За что Омск называют модной столицей Сибири и как превратить красивое дело в бизнес, узнала Анна Лукинец. Виталий Хаценко поручил выделить больше 50 миллионов рублей на жилищные сертификаты сиротам. Благодаря этим дополнительным средствам еще 15 воспитанников детских домов до января получат соцвыплату на покупку квадратных метров. Напомню, что в прошлом году на эти цели было выделено 533 миллиона рублей, а в этом уже 834 миллиона. Размер одного сертификата осенью вырос на 150 тысяч и теперь составляет чуть меньше 4 миллионов рублей. Всего же с начала года заветные документы выдали 243 жителям региона. Большинство уже приобрели жилье. Отмечу, что проблемы сирот на особом контроле у правительства. Такими сертификатами можно воспользоваться в любом регионе страны. Первоочередное право на выплату сегодня у детей-сирот, участвующих в специальной военной операции. Тотальная перезагрузка в Больших Уках торжественно открыли обновленную детскую школу искусств. Здание, построенное больше 50 лет назад, капитально отремонтировали. Работы велись в течение двух лет. За это время строители заменили коммуникации, системы электроснабжения и отопления, реконструировали зрительный зал и обновили концертное оборудование. Подробности в нашем материале. Далеко не первые аплодисменты в жизни этой плесуньи. Зато для этой сцены такой бурный восторг в новинку. Маленькие танцоры проверяют конструкцию на прочность. Музыканты оценивают акустику. Тест-драйв пройден с успехом. Делегация восходящих талантов от обновленной площадки для творчества в восторге. Совершенно новые ощущения. Есть желание работать. Есть вдохновение к творчеству. В больших руках праздник. Знаменательное событие. Свои лакированные двери распахнула обновленная школа искусств. Торжественное открытие после двухлетнего капитального ремонта. Действительно, как будто новое здание, в котором уже и детишек, которые занимаются образовательным процессом, прибавилось. Их было 140, осталось 160. Поэтому я думаю, что эта цифра не конечная. Новую жизнь в обветшалое здание вдохнул нацпроект «Культура», инициированный президентом. Губернатор Виталий Хаценко лично курировал ход работ. Это не предел. Я думаю, в дальнейшем развитии оно будет набирать обороты. И теперь здание, больше полувека простоявшее без ремонта, не отличить от новостройки. В Доме творчества обновлено все. От кровли до водопровода. Хореографический класс, учебные кабинеты, библиотека и гримерные сегодня не уступают столичным площадкам. Встречи с музой, последователи, страдивари и поклонники Сальвадора Дали ждут в комфортных и современных условиях. На это потребовалось больше 32 миллионов рублей. Благодаря национальному проекту «Культура» нам за эти 6 лет удалось капитально отремонтировать 40 детских школ искусств. Последний штрих – оборудование. Новые музыкальные инструменты и художественные материалы. Натюрмортные наборы, муляжи и гипсовые модели помогают маленьким большоуковцам творить. Балетные станки и зеркала – отточить пластику. А король инструментов – роскошный рояль. Сегодня занимает почетное место на сцене и радует своим звоном детей. Ангелина Рунова, 12 канал. Студент, который устроил смертельный ДТП с бензовозом, избежал колонии. По решению Кировского суда молодой лихач, по вине которого погибла его подруга, не отправится в тюрьму. Авария, напомню, произошла год назад. Молодые люди мчали по ночным магистралям. На улице 22 декабря водитель выехал навстречу. Легковушку занесло, и она на скорости влетела в бензовоз. Аномарка буквально впечаталась в многотонную фуру. 21-летняя пассажирка погибла на месте до приезда врачей. Еще двум студенткам заднего сидения потребовалась помощь медиков. Лихач признал вину и возместил пострадавшим моральный вред. И последние даже просили прекратить уголовное дело за примирением сторон. В итоге суд приговорил обвиняемого к полутора годам лишения свободы, но затем заменил этот срок принудительными работами. На 12-м канале состоится премьера телешоу «Наша гордость». Это первый подобный проект на региональном телевидении. Он разработан 12-м каналом и радиостанцией «Гордость» совместно с Министерством образования Омской области. Игра позволит проверить знания ребят, их умение работать в команде, сплоченность и волю к победе. Итак, участие в телешоу примут 12 команд из школы региона. Ученики 7-8 классов ответят на вопросы из разных областей, при этом проявив логику и творческое мышление. Всего в игре 5 раундов, блиц-опрос, индивидуальные испытания, задания телезрителей и экспертов. В первом выпуске «Мозговой штурм» устроят учащиеся команд из 101-й и Таврической школ. Кто станет первым полуфиналистом, узнаем уже на этой неделе. Премьера в среду, 30 октября. Ребятам надо всегда думать, всегда соображать, шевелить мозгами. Конечно, это сложно, это напряжение, потому что расслабиться практически у них не будет возможности. Но их будут поддерживать одноклассники, друзьям, которые будут находиться в малой студии. Это будут группы поддержки. Еще ничего не случилось, но я почему-то уже уверена, что будет круто. Будет молодежь, это азарт, это радость, это позитив. Поэтому по-другому быть не может. Я уверена, что этот проект выстрелит и будет его интересно смотреть и школьникам, и их родителям, и педагогам, и родственникам, и вообще всем. Долгожданная победа «Авангард» взял верх над чемпионом страны. Обыграл на домашнем льду магнитогорский «Металлург». Автором решающего гола стал Линден Вей. Нападающий поразил ворота гостей на третьей минуте овертайма. Ястребы хоть и остаются на 10-м месте Восточной конференции, но эта игра показала, насколько была важна победа как для болельщиков, так и для команды. Андрей Блохин с подробностями. Процитирую сам себя. Несколько дней назад, когда настроение на фоне новой серии хоккейных поражений стало невыносимым, мне показалось важным в программе «Овертайм» сказать публично следующее. У команды есть душа и сердце. Не смейтесь, это так оно и есть. И пока в душе и сердце не будет уважения и благодарности к великому хоккейному городу, его болельщикам ничего не изменится. Кажется, что-то, если не изменилось, то начало меняться. Наш народ снова разобрал все билеты на хоккей, снова пришел на арену, и в матче с «Магниткой» в воскресенье как можно было снова подвести таких преданных и все прощающих болельщиков. Даже до каналаца Линдона Вэя дошло. Играем не только за деньги, играем за людей и для людей. Не знаю даже, что сказать. Хочу только отметить, что мы сохраняли концентрацию на протяжении всего матча. Победа была нужна не только для нас, но и для болельщиков. Чемпионы страны из Магнитогорска постоянно убегали вперед в счете, а мячи доставали их, сравнивая результат. Буше 1-1, Чистяков в большинстве 2-2. Все должно было решиться в «Овертайме», и его сценарий был как у настоящего триллера. Игра до гола. В наши ворота назначается булит, и нарушивший правила Вэй клянет себя на всех известных ему языках. Но булитчик «Магнитки» Никита Михайлович не забивает. И уже в следующей смене наш легионер, тот самый Вэй, становится героем матча, поражая ворота уральцев. 3-2 после двух поражений подряд для Омска вновь засияло солнце победы. В прямом смысле слова – волевой и трудовой победы. Эмоции от заброшенной шайбы Вэя сейчас какие были? На лавке все взорвались, поэтому это радостно, что мы выиграли. Долго к этой победе шли на самом деле. Все матчи, ну вот так у нас при тирочку шли, и хорошо, что сегодня выиграли. Пацаны, мы с победой! Первый, что хотел сказать. Может быть, не самая идеальная игра, но сегодня это не главное. Главное сегодня, что мы победили, победили чемпиона. И каким образом? За счет характера, терпения и самоотдачи, что самое главное. Мы были готовы сегодня умирать вот там. Здесь была живая раздевалка, все обсуждали, что-то пытались изменить, договаривались, где-то спорили. Но это была настоящая команда, пацаны. Это круто. Но нос не задираем ни в коем случае. Следующая игра еще важнее. Погнали. Следующий матч тоже дома, уже в четверг, с новичками в составе. В команду подъехал нападающий Николай Прохоргин, ранее игравший за авангард, а в этой межсезонье, оставшийся без команды. В ближайшее время, после оформления визы, ожидается еще защитник из Канады, Алекс Грант, недавно разорвавший контракт с Борисом из Астаны. Соперник авангарда через три дня, неуступчивая Лада из Тольятти. И снова надо будет умирать на льду, чтобы победить ради болельщиков. Андрей Плохин, Петр Свольников, 12 канал. Окунуться в эпоху Петра Первого и услышать ароматы, окружавшие императора. Амичи могут познакомиться с личностью великого правителя и даже пожать ему руку на выставке в центре Эрмитаж Сибирь. А также увидеть тот самый топор, которым Петр прорубал окно в Европу. Всего больше 200 экспонатов. Почему на организацию масштабной экспозиции ушли годы и какие тайны раскрывают предметы и живопись спустя 300 лет. Больше интересных подробностей смотрите в специальном репортаже об открытии и подготовке выставки в центре Эрмитаж Сибирь сегодня в 21.45 на 12 канале. Это вид нового моста в Париже голландского художника Момерса. Дело все в том, что парная такая же точно картина, вернее копия с ней находится в Лувре, в собрании Лувра. А эта картина приобретена была Петром Великим. Здесь новый мост, самый старый мост в Париже через Сену, где Петр Великий покупал мебель, различные курьезные вещи. То есть в Париже он купил очень много предметов и, опять же, инструментов. И последнее в Омске отметят День народного единства. Это сравнительно молодой праздник, история которого связана с освобождением Москвы от польских интервентов силами народного полчения под руководством Казьми Минина и Дмитрия Пожарского. Это яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели. Праздник символизирует сплоченность и братство нашего многонационального народа. В этот день по всей стране пройдут мероприятия патриотической направленности. Дату отметят 4 ноября, это понедельник, официальный выходной. Однако эта суббота будет рабочей. Так что Мичей ждет шестидневная трудовая неделя. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 29 октября, в Омске переменная облачность, возможно, осадки. В ночное время до плюс 1, днем до 5 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь, ночью плюс 2, днем 1-2 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин